В Самаре педагоги и психологи помогают адаптироваться детям-мигрантам из ближнего зарубежья. Центр помощь – единственная организация в городе, где педагоги и психологи бесплатно занимаются семьями, переехавшими из других стран. Для них сотрудники центра разработали проект «Учимся жить в России». Он существует уже больше десяти лет. За это время педагоги разработали собственную методическую программу. Мероприятие проходит в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы». Когда мы начинали над этой темой работать, вообще не было материала. То есть, мы брали учебники по мигрантской педагогике и, исходя из учебных пособий, делали практическую программу, которую можно претворить в жизнь, по которой можно работать. Сейчас уже, слава богу, есть методические рекомендации из центра, которые во многом отражают те наработки, которые мы собирали просто по крупицам. Программа направлена на работу не только с детьми, но и с педагогами в разных школах города и с родителями других ребят. Сотрудники центра считают, что к вопросу адаптации нужно подходить комплексно. Программа позволяет обеспечивать профилактику терроризма и экстремизма. Мы все выезжаем в школы, те, которые я назвала, и мы там обязательно проводим педсоветы. Мы внедряем нашу программу и рассказываем, как работать педагогом, потому что не все могут доехать до нас, еще и в этих школах. И в этих школах устраиваем и эти праздники тоже. Мы равные, но мы вместе, мы разные, но равные. Они все и пекут, и одеваются, и делают презентацию своих уголков этого края, который они представляют. Дети, переехавшие из Таджикистана, Узбекистана и других стран, приходят на занятия в центр два раза в неделю. Здесь справятся с трудностями в общении со сверстниками, им помогает психолог. Дети-мигранты сталкиваются, ну, в первую очередь, из-за языкового барьера. У них нарушается адаптация и построение коммуникации со сверстниками. Вот. Ну, также наши дети, особенно подростки, недостаточно толерантны к этим детям. И нам приходится работать и с нашими детьми, и с родителями, и родителями мигрантов, разъяснять, объяснять, что в каких условиях оказались те или иные дети, по какой причине. Преодолеть языковой барьер мальчикам и девочкам помогает дефектолог. К нему дети приходят на индивидуальные занятия. У деток, к сожалению, не у всех там внимание есть. Не все понимают хорошо русский язык. То есть, связано с тем, что два языка у многих. Ну, сложно владеть двумя языками. Не все детки. У кого-то больше способности к языкам. Некоторым вообще трудно. Русский язык дается. Русский, он все-таки такой язык очень сложный для иностранцев, для восприятия. Ну, вот есть у меня девочка, она ко мне приходит. Она не всегда русский, там, понимает слова. Я ей объясняю, показываю на картинках. Получить поддержку в Центре помощь может любой ребенок в любое время. Если семья переехала в середине учебного года, то детей примут в Центре сразу же. С этого момента и начнется путь адаптации в новой стране. В течение двух лет подопечные сотрудников Центра полностью вливаются в коллектив и осваивают русский язык.